Сегодня я хочу сказать одно слово, которое я говорил не так давно, но, к сожалению, немногие люди были, потому что это было не воскресное богослужение. И сегодня я хотел бы эту тему снова взять, я ее несколько дополнил, и снова об этом сказать, потому что я считаю, что это слово, оно пришло ко мне от Бога, и я считаю, что оно чрезвычайно важно, особенно в наше время, особенно в наше время. Давайте вместе с вами откроем книгу пророка Исаии, 59-ю главу. Задача суда – восстановление справедливости. И Писание учит, что наш Господь – судья, и его суд справедлив, его суд по правде и по истине. Но не всегда так происходит с судом человеческим. И поэтому вот пророк Исаия, смотрите, в 59-й главе, 14-й стих пишет. «И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда». То есть, когда есть суд, но нет правды, есть суд, но нет справедливости, тогда возникает судилище. То есть, судилище – это не восстановление справедливости, это скорее разборка с неугодными. Судилище имеет только вид законности. Конечно же, вот когда мы читаем Писание, мы вспоминаем слова Евангелия, что всем нам надлежит явиться над судилище Христово, но там говорится именно о судилище как о суде. Я же использую значение слова «судилище» в современном значении как только имеющий вид суда, но на самом деле в этом нет никакой справедливости. Например, словарь Ожегова так определяет слово «судилище». Судилище – это, послушайте, пристрастное разбирательство, подобное суду. То есть, это не суд, это что-то подобное суду. Имеет вид суда, но в действительности там нет справедливости, потому что разбирательство пристрастное. И мы с вами служим Господу, который был подвергнут суду или судилищу? Судилищу. Он был осужден. И не только наш Господь Иисус Христос, но и Его последователи часто подвергались судилищам. Иисус говорил, что «гнали меня, будут гнать и вас». Следование за Христом – это не всегда ковровая дорожка. И благодарные люди – это очень часто гонение и притеснение. И я хотел бы сегодня поговорить с вами о трех знаковых судилищах в истории церкви. Как я сказал, судилищ было много, но мы с вами поговорим о трех знаковых судилищах. И самое первое судилище произошло над Яном Гусом, и оно состоялось 6 июля 1515 года. Яну Гусу в это время было 45 лет. У нас есть целый цикл передач, которые мы сделали, путешествуя с операторами по Чехии, по Германии. Цикл передач о жизни, о служении, о смерти Яна Гуса. Эти передачи есть на Ютубе, вы можете это все посмотреть. Я скажу лишь как бы обвинения, которые выдвигали Яну Гусу. И я это не говорю просто, чтобы мы с вами знали историю. К сожалению, нас история учит тому, что она ничему нас не учит. Немало в тех обвинениях, которые выдвигались против Яна Гуса, параллели с сегодняшним временем. Вот, например, такие обвинения. Ян Гус открыто выступал против нравственного падения священнослужителей, иерарха в церкви. Например, однажды, когда умер один богатый священник, который жил в роскоши, Ян Гус сказал такие слова. «Я не хотел бы умереть, имея такие доходы». И когда Ян Гус произнес во время своей проповеди, то после этого архиепископ Праги запретил произносить проповеди, содержащие какие бы то ни было нападки на духовенство. Напоминают вам какие-то параллели с сегодняшним временем? Когда говорится о оскорблении чувств верующих, хотя мы с вами отлично понимаем, что чувства верующих невозможно оскорбить. У нас только одни чувства, когда мы сталкиваемся с оскорблениями, с проклятиями. Это благословлять, когда нас проклинают, и молиться за тех, кто нас обижает. Вот какие чувства верующих должны быть. Эти чувства были показаны на Голгофском кресте, когда наш Иисус Христос, вождь спасения, отец веры нашей, да, видя, как его оскорбляют, как издеваются, как плюют, как кричат, других спасал себя, спаси. И в ответ на все это он молился небесному Отцу, Отче, прости им, ибо что? Не ведают, что творят. Вот какие могут быть чувства у верующих. Эти чувства совершенно невозможно оскорбить. Еще в чем обвиняли Яна Гуса. Он верил, что все верующие могут проповедовать. И тогда архиепископ упросил Папу Римского, и тот издал Булу, которая запрещала проповедь, где бы то ни было, кроме приходских и монастырских часовен. То есть проповедовать могли только определенные люди, только в определенных местах. Не напоминает вам параллели сегодняшнего времени? Вы понимаете, все, что происходит сегодня, оно уже было. Уже было. И хотя Бог повелевает нам, всем верующим проповедовать Евангелие, не каким-то избранным, только пасторам, проповедникам или миссионерам, но все верующие могут проповедовать. Однако мы знаем, что часто миру и князю мира сего это не нравится. Вот были эти запрещения. Гус верил также, что все верующие могут проповедовать. И поскольку Гус был не только проповедником, он был также преподавателем университета, его даже два раза выбирали ректором Пражского университета. Так вот, вместе со своими студентами преподаватели выбирали те труды, которые они собирались изучать. И вот магистр Ян Гус выбрал сочинение реформатора английского Джона Уиклифа. И тогда архиепископ Праги выносит постановление о сожжении книг Уиклифа. Напоминает вам то, что с сегодняшним временем, да? В действительности вот часто люди не понимают, что с идеями невозможно бороться запретами, и невозможно бороться огнем. С идеями можно бороться только другими идеями. Другими идеями. В чем еще обвиняли Яна Гуса? Его обвиняли, что он выступал против роскоши церкви, против индульгенции. И, наконец, архиепископ Праги, устав от самовольства Яна Гуса, запретил ему исполнять священческие обязанности. Ян Гус написал архиепископу письмо, ответа не получил. Тогда Ян Гус продолжил проповедовать. И архиепископ ничего не мог сделать, потому что сторонников Гуса в Праге было больше, чем его врагов. И архиепископ часто высмеивали. И тогда Папа Римский за сочувствие Гусу, не ограничившись просто запретом в служении Яна Гуса, подверг всю Прагу интердикту. Что означало это? Это означало, что в Праге запрещалось исполнение церковных таинств, церковных служб. Но к тому времени сторонников Гуса было так много уже не только в Праге, даже не только в Чехии, но по всей Европе, что уже назревал определенный раскол, назревало бурча недовольства. И чтобы преодолеть раскол, император Священной Римской империи Сигизмунд созвал собор в Констанце. Там было много вопросов. Чтобы преодолеть раскол церкви, там, например, было решено выбрать Папу. Не потому что Папы не было, а потому что к тому времени было три Папы, один другого хлеще. И там приняли решение выбрать одного Папу. Ну и в том числе разобрать вопрос Яна Гуса. И поэтому Яна Гуса пригласили на собор. И императоры церковной иерархии выдали ему защитную грамоту. То есть они гарантировали, что с ним ничего не случится. И он свободно сможет вернуться обратно в Чехию. Друзья Яна Гуса понимали, что это ловушка. И предупреждали его. Да и сам Ян Гус, он не был глупым человеком, он все понимал. Но он надеялся, что там, на церковном соборе в Констанце, у него будет возможность не только обычным прихожанам, но и церковным иерархам, известным священнослужителям, рассказать о том, о чем он учит, о чем он проповедует. И поэтому Ян Гус принял решение ехать на собор, наивно полагая, что ему там дадут выступить, у него там будет возможность рассказать о своих взглядах, о своих идеях. И вот в начале 1414 года он въезжает в город Констанц. Там снимает квартиру на улице апостола Павла и работает над своими проповедями, разрабатывает свою речь на соборе, все еще думает, что ему разрешат выступить. Но буквально через короткое время, 28 ноября, я почему это запомню, потому что это был день моего дня рождения, правда, мое день рождения было позже. Так вот, 28 ноября 1414 года Ян Гуса хватают и помещают в подземелье одного из монастырей. Начинается следствие по его делу. Его обвиняют во многих совершенно нелепых вещах, что он там якобы учил о четвертом лице троице и прочее, прочее, прочее. Вот. Когда Сигизмунд прибыл, император Сигизмунд прибыл в Констанцию, узнал, что Гуса арестовали, он был возмущен, как так, он же выдал охранную грамоту, на что церковные иерархи ответили императору, не стоит сдерживать обещание, данное еретику. И вот против Гуса идет следствие, его несколько месяцев допрашивают, и вот к началу уже 1415 года, к началу лета 1415 года следствие закончилось и приступили к открытому процессу. Очень интересно, что в дни процесса было полное солнечное затмение, в народе пошли разговоры, что тучи пытаются закрыть светило, и поэтому иерархи церкви попытались побыстрее провести судилище над Яна Гусом. Ему предъявляли, как я говорил, совершенно нелепые обвинения, и когда Ян Гус пытался отвечать, что он не учил об этом, он не проповедовал вот ту ахинею, которую ему приписывали, то Яну Гусу не давали говорить, кричали, шумели, вскакивали, там, кидались в него и требовали только одного – покаяния и отречения. Ян Гус снова пытался говорить, снова пытался выступать, топали ногами, свистели. И тогда Ян Гус замолчал, и все подумали, что он признался в своей ереси. Но Ян Гус не собирался ни каяться, ни отрекаться. Он говорил, что его учение целиком построено на Священном Писании. И тогда, как упорствующего еретика, его лишили священнического сана, отлучили от церкви и приговорили к сожжению на костре. И вот 6 июля, а 6 июля там, в Констанции, это такой юг Германии сегодня, там солнечно, не как у нас на Урале с вами в июле. Вот в этот солнечный июльский день 1415 года его привели в Центральную Соборную Церковь и снова при большом стечении народа зачитали пункты обвинения. Ян Гус снова пытался возражать, но ему опять не дали говорить. И в конце его объявили еретиком и зачитали приговор. Сожжение на костре. Приступили к обряду лишения священнического сана. Ему дали чашу сначала. Вы знаете, что в католической церкви только священники могут причащаться от хлеба и от чаши. Обычные прихожане только от хлеба. И потом, как священнику ему дали чашу, так называемую чашу искупления, когда он взял у него, у него забрали ее из рук, сказав, что мы забираем у тебя чашу. На что Гус ответил, не вы давали мне чашу искупления, не вам ее забирать. Потом Яна Гуса одели священнические одежды и демонстративно их сорвали. И в конце одели на голову такой колпак с изображением чертей и надписью «Все ересиарх», то есть «Учитель ереси». И повели на место, где уже был приготовлен столб и разложен хворост. Его привязали там. И снова был задан вопрос, отрекается ли он от ереси, на что Ян ответил, что не знает за собой никакой вины. И тогда разожгли костер. Знаменитая история, когда одна старушка, думая, что сжигают упорного, за костенелого еретика, принесла маленькую охапку хвороста и положила, на что Ян Гус ответил, «Святая простота». Это очень показывает сердце Гуса. Когда горел костер, все слышали, что он пел молитву Иисусову «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Это были последние его слова. После пепел разбросали по текущему невдалеке Рейну. У Федора Тютчева есть такие строки, посвященные Яну Гусу. Я не буду читать все стихотворения, только маленький кусочек. «Дым побежал, народ столпился гуще. Вот все они, весь этот темный мир, тут и гонимый люд, и люд гнетущий, ложь и насилие, рыцарство и клир. И на костре, как жертва пред закланьем, вам праведник великий предстоит, уже обвеян огненным сияньем. Он молится, и голос не дрожит. Он духом в небе, братской же любовью, еще он здесь, еще в среде своих. И светил он, что собственную кровью, Христову кровь, он отстоял для них». И до сих пор вот в эту ночь, 6 июля, по всей Чехии зажигают костры в память о Яне Гусе. Я хотел бы закончить местом из Евангелия от Матфея, 10 главы, где Иисус Христос, наш Господь, предупреждает своих последователей, то есть не только учеников, не только Яна Гусе, но и нас с вами. Он предостерегает, 17 стих. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям, и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками». И вот 28 стих. «Не бойтесь убивающих тело души же, не могущих убить». Один христианский мудрец как-то сказал, «Если тебе не за что умирать, тебе, значит, не за что и жить». Не надо бояться физической смерти, потому что мы, верующие, понимаем, что с окончанием нашего физического бытия на этой земле жизнь-то не заканчивается. Не бойтесь убивающих тела, потому что самая ценная наша душа, наш дух, и порой, чтобы сохранить духовное сокровище, приходится подвергаться и насилиям, и оскорблениям, и судилищам, и об этом предупреждает нас Евангелие, но оно нам настоятельно рекомендует не бояться. Повернись ближним и скажи, не бойся убивающих тела. Потому что наша жизнь не только в теле. Второй суд, точнее, не суд, судилище, о котором мы сегодня будем говорить, знаковое судилище в истории церкви состоялось над испанским мыслителем Мигелем Серветом 27 октября 1553 года. Вы знаете, Сервет получил очень хорошее образование, занимался астрономией, занимался медициной. Он первым из европейцев описал малый круг кровообращения. То есть это был ученый, который в принципе вошел бы в историю как ученый, если бы не увлечение богословием. Потому что помимо медицины он еще изучал теологию. Сервет был личным секретарем Квинтаны, а Квинтана был духовник императора Священной Римской империи. Тогда это был Карл V. Интересно, что Сервет был одним из тех, кто сопровождал императора Карла V на коронацию. И именно тогда он впервые усомнился, как бы задумался о святости Священной Римской Церкви. Потому что он увидел, как император коленопреклоненно целует ботинок папы, всячески присмыкается и лебезит перед ним. И вот тогда он задумался о святости. И как многие реформаторы того времени, он захотел очистить христианство от всего наносного, от всяких преданий, патристики, обрядов, которые не соответствуют Слову Божьему. И вы знаете, у молодого Иосифа Бродского есть такие строки, посвященные сервету. Я вам сейчас зачитаю их. Ибо от него осталось лишь горско пепла, смешавшегося с миром, с пыльной дорогой, смешавшегося с ветром, с большим небом, в котором он не находил Бога, ибо не обращал свой взор к небу. Я не знаю, то ли гениальный Бродский ошибался, то ли он это сделал умышленно, написав, что он как бы не находил Бога, считая, что он чуть ли не атеистом был. В советское время вообще было модно искать в истории всяких атеистов, но сервет не был атеистом, просто в отличие от большинства реформаторов сервет был антитринитарием, то есть он не верил в Троицу, точнее он толковал ее иначе, он не рассматривал Троицу как три личности одного Бога, а рассматривал Троица как разные действия единого Бога, то есть то, о чем сегодня учат, может быть вы слышали, есть такие христиане единственники, вот, они верят, что не три личности, три модальности, вот, но это долгий вопрос, я не хочу на нем останавливаться, я хочу лишь заметить, что в принципе, конечно, само слово Троица в Писании не используется, в Ветхом Завете есть некие косвенные указания на Троицу, в Новом Завете есть как бы два основные местописания, из которых как бы выводят учения Троицы, это у Матфея, помните, в последней главе говорится слова напутственные Христа после уже воскресения своим ученикам, и так идите, научите все народы, помните, во имя мое, крестяях, как во имя Отца, Сына и Святого Духа, есть еще в Первом Послании Иоанна слова, где говорится о том, что три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина, но сегодня, конечно же, большинство исследователей Библии считает это более поздней вставкой, потому что в ранних рукописях Первого Послания Иоанна этого стиха нет, вот, но так или иначе, вот, есть разные взгляды на Троицу, и здесь вопрос даже не в Троице, а как мы должны относиться к тем, кто понимает Библию иначе, чем мы? Как? И есть урок, который Иисус преподал своим ученикам, и мне кажется, что, к сожалению, этот урок Церковью так и не понят. И об этом говорится в Евангелии от Луки в 9 главе 49 стих. Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Мы знаем, что между самарянами и иудеями была вражда. Видели, что он собирается в Иерусалим, в иудейский город, не приняли его, и видят то ученики его, Якофеян сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Вы знаете, мы очень часто пытаемся заключить истину в какую-то идею, и нам кажется, что если мы узнаем вот самую правильную идею, истинную идею, то мы будем в истине. Но Иисус здесь говорит о чем-то другом, Он говорит, не знаете, какого вы духа. Мы часто знаем наше учение, мы знаем, о чем говорит наша конфессия, но мы не знаем, какого мы духа, потому что дух Христа, Он пришел не губить, не сжигать, не уничтожать. Дух Христа спасать и любить. Есть некоторые вещи, вы знаете, вот когда говорится о вере в Бога, я вам скажу, я не верю в Бога, я знаю Бога. Так сказал святой Силан, я переживал и переживаю Господа. Поэтому я не просто верю, я знаю Бога. Но Троицу, я верю в нее. Я не переживал Троицу, но я верю, изучаю Писание. Вот Троица един Бог в трех личностях. Мы верим в это. Но есть те, кто не верят или верят по-другому. Я помню, когда меня впервые пригласили проповедовать в церковь единственников, которые вот Троицу понимают примерно как Мигель Сервет. Для меня было так неожиданно, я помню, когда я туда ехал, я думал, как? Они не верят в Троицу. Странные люди, странные христиане. Я помню, когда впервые был в этой церкви единственников, для меня было таким удивлением, сейчас мне, конечно, кажется смешно, но тогда я был так удивлен, что эти люди так же искренне любят Иисуса и молятся Ему. как-то по-другому понимают. И тогда, помню, у меня и пришло вот это озарение, а какого же мы духа? Духа любви или духа ненависти? Духа конфронтации, духа нетерпимости? Дух ненависти – это дух фарисейский, саддукийский. А духа Христа – это дух любви. Дух любви. Александр Мень, священник, как-то сказал такую вещь, я вам зачитаю. Каждый человек должен любить свою конфессию, потому что он в ней находится и, конечно, он должен верить, что эта конфессия – настоящее христианство. Но это не должно нас вооружать против других конфессий, потому что все, кто верует во Христа, принадлежат Ему. Но те люди, которым чуждо понимание, что есть иные какие-то точки зрения, иные трактовки, эти люди всегда находятся на низком уровне, потому что низкому уровню соответствует неприятие чужого. Человек же высокого духовного уровня чужое понимает чужой стиль, чужую музыку, чужое искусство. Человек примитивный понимает только свое. Вы знаете, это очень важные слова. Конечно же, мы должны любить нашу церковь, как каждый муж должен любить свою жену. Но не потому, что все другие женщины уродливые, а потому, что это его жена. Понимаете? Точно так же наша церковь самая лучшая. Почему? Потому что она наша церковь. Но это не должно нас вооружать, не должно нас как-то настраивать агрессивно против тех, кто верит не совсем как мы или вообще не как мы. Потому что даже если они заблуждаются ненавистью, мы ничего не сделаем. Мы можем победить только любовью. как в песне песней знамя его надо мной. Любовь. Любовь покоряет. Любовь завоевывает. В любви есть сила Божья. В то время в Женеве утвердился видный деятель реформации Жан Кальвин. Жан Кальвин был таким тоже с одной стороны ищущим человеком. Он был склонен к учению, очень был работоспособный, но отличался таким суровым, неуживчивым нравом. Жан Кальвин не дружил со своими одноклассниками и он даже в школе получил такую кличку Акузатив. Акузатив обвинитель. Потому что его заметили, что он подсматривает за своими одноклассниками и ябедничает преподавателем. Вы знаете, и Кальвин, и Сервет были умнейшими людьми своего времени, но по характеру они очень отличались, то есть были полными противоположностями. Кальвин угрюмый, жесткий, сервет веселый, ироничный. Кальвин очень ярко характеризует вот такое его изречение. Послушайте, лучше невежества верующего, чем дерзость мудрствующего. То есть пусть ты дурачок, главное, чтобы верил как Кальвин, а не умничал. И вот если Кальвина уважали, но боялись, то сервета им восхищались и любили. И вот какое-то время Кальвин переписывался с серветом, у него были планы на сервета, он хотел обратить в свою веру, даже послал ему книгу свою, наставление в христианской вере. Сервет эту книгу язвительно раскритиковал, критику опубликовал в своем труде, называется «Восстановление христианства», где он там опровергал вот такое классическое учение о Троице, опровергал учение Кальвина о предопределении. И вот когда он опубликовал свои воззрения против Троицы, у него начались проблемы, а в то время сервет жил во Франции, и ему даже пришлось скрываться под псевдонимом Мишель или Вильнев, но его все равно нашли, и католический леонский архиепископ приказал его арестовать и предать инквизиции за отрицание учения о Троице. И вот во французском городе Вьене его схватили, но сервету повезло, и во время судебного процесса ему удалось бежать. суд Вьене все равно заочно рассмотрел его дело и заочно вынес приговор сжечь сервета и его сочинение. Поскольку сервет убежал, то книги сервета сожгли, а вместо него сожгли его чучело. Ну, по другим источникам изображения его сожгли, как бы символически. Вот. А сервет убежал, и бежал он, бежал, бежал, он, бежал, и как вы думаете, куда он убежал? А он убежал в город Женеву. Наверное, он думал, что хоть Кальвин и его как бы оппонент, но он не ожидал, что он настолько ненавистен Кальвину. И он не просто убежал в Женеву, а пришел на служение в церковь, где Кальвин проповедовал. Его там опознали, схватили, арестовали и предали суду. И его судил Малый Совет города Женевы, где были целиком сторонники Жанна Кальвина. В чем его обвиняли? Его обвиняли в богохульстве, в отрицании предопределения. Для Кальвина учение предопределения чуть ли было необходимым условием для спасения. Его обвиняли, конечно же, в отрицании классического учения троицы. и Кальвин в начале дистанцировался от суда. Почему? Ну, прежде всего, по законам Женевы, тогда хватали не только обвиняемого, но и обвинителя. То есть, в случае того, что если обвинение было напрасным, разбирали с обвинителем. И поэтому Кальвин сам не стал быть обвинителем, а выдвинул в обвинителя одного из своих протеже. Вот. Его схватили тоже, посадили в темницу. И вот на первый день суда Кальвин даже не явился. На второй день суда он пришел, но молчал и сидел сзади. Но Мигель Сервет очень хорошо защищался на суде. И Кальвин не выдержал и уже выступил лично с прямыми обвинениями в адрес Сервета. И стало понятно, кто же главный обвинитель Сервета. Но молодой протестантской церкви только же начало было еще непривычно вот так вот взять и засудить человека на казнь. Поэтому для поддержки малый совет Женевы, который судил Сервета, обращается к богословам из других мест, чтобы те высказали свое мнение по данному делу. И знаете, что интересно? Они обращаются в том числе к католическому Вьенскому суду, который ранее осудил Мигеля Сервета. И вот я вам прочитаю письмо, которое протестанты написали католикам Вьенскому суду. «Великолепные государи, в наших темницах находится некто именуемый Мигелем Серветом, относительно которого мы слышали, что он был вами взят и заключен в вашем городе Вьене, и что он вышел из тюрьмы, не простившись с хозяином, но со взломом». Юморные такие, ведь они были. Хотя мы считаем его обвиненным и уличенным в преступлении, но не узнаем ни от него, ни от других, по какой причине он был вами заключен. Думаем и хорошо понимаем, что это случилось не без вины с его стороны, и что у вас есть доказательства и расследования, на основании которых он заслуживал наказания, и если бы он не убежал, вы исполнили бы неуклонно ваши обязанности. Так как он теперь попал в наши руки, то, желая соблюсти справедливость, мы через нашего слугу обращаемся к вам с настоящей просьбой и просим удовлетворить нас, доставив нам копии обвинительного акта. Вы знаете, это уникальный случай, когда впервые протестанты объединяются с католиками в казни против геретика. Сразу вспоминается одно место из Евангелия от Луки, я вот вам сейчас зачитаю, 23 глава Евангелия от Луки, 11 стих, где говорится, что Ирод со своими воинами уничижив его, Иисуса, и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И, смотрите, сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом. Нередко дружба зиждется не на общих идеях, а на вражде против кого-то. Ну, как у нас говорят, против кого будем дружить. Вот Ирод подружился с Пилатом против Иисуса. Ну, протестантский суд Женевы подружился с католическим судом Вены против еретика Мигеля Сервета. Но, знаете, что интересно, что, когда это письмо пришло во Вену, католики были удивлены, что к ним обращаются протестанты, потому что, будь их воля, они бы и суд Женевы сожгли. И не прислали никакие копии ни приговора, ни обвинения, а отделались просто такой маленькой справочкой. Но, что интересно, другие протестанты, то есть протестанты, богословы протестантские из других районов были более словоохотливы. Вот, что ответили, например, цюрихские пастыры на запрос Малого Совета города Женевы. Вот, что написали цюрихские пастыры. Божественный промысел дал нам возможность очиститься от обвинения в ереси и в потворстве иеретикам, если только вы будете достаточно бдительны и примете все меры для пресечения путей к распространению этого заразного яда. Видите, они поддержали смертный приговор города Женевы. Бернские пастыры написали следующее. Мы просим Господа дать вам духа благоразумия, мудрости и доблести, дабы вы сберегли себя и вашу церковь и все остальные церкви от этой заразы. Тоже поддержали Женеву. А шавгаузенские пастыры написали так. Они написали, что они не сомневаются, что Женева уничтожит человека, кощунство которого разъедает подобно раку члены тела Христова. То есть смотрите, протестантский мир, многие протестантские богословы объединились в мнении, что сервета надо казнить. Знаете, я думаю, что вот примерно в то время что-то стало происходить именно с протестантским движением, потому что какое бы ни было учение, самое правильное, там очищено от каких-то непонятных обрядах, но ни одно правильное учение не заменяет правильный дух. Иисус не спросил, какого вы учения, не знаете, какого вы учения, Иисус спросил, а знаете, какого вы духа? Не знаете? И вот малый совет предложил сервету покаяться, сервет категорически отказался, и вообще надо сказать, что он долгое время недоумевал, ему казалось, что все это как-то не по-настоящему, что однажды дверь откроется, его выпустят из тюмницы, и все заулыбаются, скажут розыгрыш, розыгрыш. А когда его обвинили и признали еретиком и лжеучителем, ему зачитали приговор «медленное сожжение на костре», что и было исполнено после пыток. Поскольку впоследствии Жанну Кальвину постоянно припоминали участие в судилище над Серветом, он пытался оправдываться, он распространял даже слух, почему слух, потому что никто другой не подтверждает это, что так было на самом деле. Так вот, Кальвин распространял слух, что он якобы рекомендовал Малому Совету обойтись более мягким вариантом смертной казни, то есть не сжигать Сервета на медленном костре, а более милосердно по-быстрому отрубить ему голову. Знаете, до сих пор, когда читаешь сторонников Кальвина, они пытаются оправдывать неистого своего учителя. Даже интересно, что в начале 20 века в окрестностях Женевы, недалеко от места, где был сожжен Сервет, сначала там даже хотели поместить такой памятник, но обошлись просто такой стеллой, где такая надпись, я вам сейчас ее зачитаю. Мы почтительные и благодарные последователи Кальвина, нашего великого реформатора, осуждая, тем не менее, ошибку, которая была ошибкой его века, то есть не совсем его, а его века, и строго придерживаясь свободы совести в соответствии с истинными принципами его реформации, ну мы видим, какие были истинные принципы реформации Кальвина, как бы они не открещивались от этого, воздвигли этот покаянный памятник. Вообще, это очень странноватое изменение, где упоминается имя Кальвина и ни разу не упоминается имя Сервета. И знаете, сразу вспоминаются знаменитые слова Уильяма Шекспира, «Еретик не тот, кто горит на костре, а тот, кто зажигает костер». И таким образом, знаете, Сервет стал первой жертвой протестантского фанатизма. Я думаю, вот как раз что-то было утеряно именно в то время молодым протестантским движением. Литератор Лев Болеславский написал такие строки, я вам хочу их зачитать. «Ничтожны все свершения, там, где царит без крыла, не сила убеждения, а убеждения силой. Там, где добро недобро, а лишь покорность ценит, через хребты и ребра, гоня к заветной цели». Я когда читал эти строки Льва Болеславского вспоминал знаменитый лозунг, который был на Соловках у нас уже в 20 веке. «Железной рукой загоним человечество к счастью». Это вот, знаете, извечная ошибка, когда мы думаем, что цель оправдывает средства. Это не так. К святым целям ведут только святые пути. потому что если ты к святой цели идешь таким путем, где исчезает дух Христов, ты незаметно придешь к другой цели. К другой цели. У Григория Померанца, нашего мыслителя, есть знаменитые слова, что дьявол начинается с пены на губах ангела, выступающего неистого за правое дело. То есть, когда ангел начинает с пены на губах доказывать правду, тут и рождается бес. И Григорий Померанц делает такой вывод. Стиль полемики важнее предмета полемики. Мы часто думаем, что Христос в том, чтобы, знаете, доказать вот именно в чем проявляется в личности, в модальности, вот в этих богословских вот этих всяких деталях, не понимая, что то, как мы говорим, порой важнее того, даже, что мы говорим. Потому что Христос проявляется в любви. Дух Христа проявляется в любви. Даже к тем, кто не похож на нас, к тем, кто думает иначе. В этом есть часто непонятый урок многих великих христиан, великих христианских лидеров, в том числе и Жанна Кальвина. Ну и третий знаковый суд в истории церкви, а точнее судилище уже произошло ближе к нам по времени в 20 веке в 1938 году. Это было судилище над лютеранским пастором Мартином Немюллером. Мартин Немюллер был из крестьянской среды, его отец был пастор, его брат был пастор и лютеранский пастор, и знаменитый историк немецкой церкви. Сам Мартин Немюллер вначале не был пастором, потому что он служил, он участвовал в Первой мировой войне, был морским офицером, был награжден, но позже он получил богословское образование и стал пастором. И вот когда в начале 30-х годов нацисты во главе с Адольфом Гитлером пришли к власти, поначалу Мартин Немюллер приветствовал Гитлера. Он думал, что Гитлер сможет навести в разрушенной тогда Германии порядок, многие тогда возлагали надежды на Гитлера, думая, что он возродит Германию. К тому же в программе Национал-Саталистической партии была такая статья, статья гарантирующая свободу для всех религиозных верований, поскольку они не угрожают национальным чувствам немецкой расы. Партия выступает за позитивное христианство. То есть вначале были хорошие слова о свободе, веровании, но очень быстро нацисты отошли от этой религиозной свободы, потому что отношение Гитлера к церкви было таким двояким. С одной стороны, он не был противником церкви, он даже был сам формально католиком, но целью Гитлера была государственная, единая, строгая церковь со строгой иерархией, наподобие государственной, наподобие их партийной. И поэтому, когда нацисты пришли к власти, они стремились объединить германских христиан в единую национальную немецкую церковь. И именно в эту церковь они начали продвигать своих ставленников. Там появлялись именно лидеры в этой церкви такие националистические, нацистские. Я зачитаю сейчас о чем они говорили. Один из лидеров в немецкой церкви заявил, послушайте, что завершение реформации Лютера должно означать победу нордического духа над восточным материализмом и что Иисуса надо рассматривать через призму нордического героизма. При этом необходимо освободиться от Ветхого Завета с его торгашеской еврейской моралью. То есть как бы реформация Лютера не завершена и вот они сейчас ее завершат. В 1934 году профессор богословия Бергман обнародовал даже 25 тезисов новой нацистской церкви. Наподобие тезисом Лютером только тут тезисов поменьше. Так вот суть этих тезисов такая еврейский Ветхий Завет не годится для новой Германии новый Завет тоже нужно реформировать так как Христос был не евреем а нордическим мучеником Адольф Гитлер новый мессия свастика преемница креста и германская земля это кровь и душа христианства. Вот так было заявлено. Еще один тоже видный деятель немецкой церкви заявил публично послушайте цитата партия стоит на платформе позитивного христианства а позитивное христианство есть национал социализм национал социализм есть волеизъявления Господа Бога воля Божья воплотилась в немецкой крови католический епископ попытался внушить мне этот лидер заявил католический епископ попытался внушить мне что христианство подразумевает веру во Христа как в сына Божьего Мне стало смешно нет христианство не зависит от апостольского вероучения истинным олицетворением христианства является партия а партия и в свою очередь фюрер призывает немецкий народ поддерживать истинное христианство Фюрер – выразитель новой божественной воли. То есть видите, что под вывеской церкви появилось совсем иное, ничего общего, не имеющего с апостольским учением, с учением Иисуса Христа. То есть это по сути было не христианство, а некая формация, называющая себя христианством, но на самом деле служащая не Богу, а людям. И когда государство пытается приватизировать церковь, сделать церковь своим идеологическим отделом, всегда церковь выхолощивается и вместо Господа начинает служить иным господам. И, наверное, чтобы показать картину той церкви немецкой, я еще хочу прочитать слова идеолога фашизма Розенберга. Вот что Розенберг сказал о национальной церкви Рейха. «Национальная церковь Германского Рейха категорически требует исключительного права и исключительных полномочий контролировать все церкви, находящиеся в пределах Рейха. Она объявляет их национальными церквами Германского Рейха. Национальная церковь полна решимости полностью искоренить чужие и инородные христианские исповедания, завезенные в Германию». То есть, видите, раньше была свобода вероисповедания, теперь все, что не входит в национальную церковь, искореняется как чуждое и инородное. «Национальная церковь требует немедленно прекратить издание и распространение в стране Библии. Национальная церковь заявляет немецкой нации, что «Mein Kampf», то есть книга, написанная Гитлером, есть величайший документ. Эта книга, «Mein Kampf», льстворяет самую чистую и самую истинную этику жизни нашей нации в настоящее время и в будущем. Национальная церковь уберет из своих алтарей все распятия и Библии. В алтарях не должно быть ничего, кроме «Mein Kampf» и меча. В день основания национальной церкви христианский крест должен был быть снят со всех церквей, соборов и часовен и заменен единственным непобедимым символом – свастикой. Вот видите, буквально за короткое время, за несколько лет нацисты пришли от партийной программы, гарантирующей свободу вероисповедания, к такой религиозной, единой организации, подконтрольной рейху. И знаете, что страшно? Страшно то, что большинство священнослужителей это поддержало. Но, конечно же, была оппозиция, так называемая «Исповедующая церковь». «Исповедующая церковь» – это было такое христианское движение в нацистской Германии, движение сопротивления. И вот пастор Мартин Немеллер стал одним из лидеров оппозиции священнослужителей. Вот что заявили эти священнослужители оппозиционные. Я вам прочитаю кусочек документа из «Исповедующей церкви». «Церковь не может проповедовать то, чего нет в Священном Писании. Для христиан не может быть иного Господа, кроме Иисуса Христа. Все сферы жизни находятся под Его управлением, включая политику. Церковь не может изменять содержание своего послания в зависимости от политической и идеологической ситуации. Церковь не должна принимать так называемый принцип фюрера, то есть государственный контроль. Церковь не может взять на себя функции государства или передать ему свои. Миссия церкви не может быть подчинена иным целям, кроме установленных Иисусом Христом. Казалось бы, каждый христианин, верующий в Библию, должен подписаться под этими словами. Но в то время это было опасное заявление. И пасторам Мартина Немюллера стали регулярно таскать в гестапо, пытаться его запугать. И вот в 1937 году Мартин Немюллер во время проповеди произносит такие слова. Я вам сейчас их зачитаю. «Мы, как и древние апостолы, не будем молчать по приказу человека, когда сам Господь повелевает нам говорить, ибо нашим долгом было и остается исполнение воли Бога, а не человека». Тоже совершенно понятные для каждого верующего в Библию слова. Сразу вспоминаются слова апостолов, когда, помните, им запретили проповедовать, нужно больше повиноваться кому? Богу. Поэтому мы и христиане. И когда, знаете, власть пытается узурпировать, и вместо того, чтобы просто заниматься делами страны, пытается заниматься делами сердец людей, мышления людей, они влазят в ту сферу, которую Бог им не отдавал, потому что только Господь является правителем сердец людей, верующих в Него. После этой проповеди, после этих слов Немюрлер расхватили, бросили в тюрьму, и в 1938 году, после того, как он 8 месяцев находился в темнице, над ним был суд. Немюрлер был признан виновным в злоупотреблении кафедрой. И его приговорили к 7 месяцам тюрьмы. Поскольку он уже 8 отсидел, его прямо в зале суда освободили. Гитлер, узнав об освобождении Немюрлера, пришел в ярость. И он заявил, вот это слова тоже, вошедшие в историю немецкой церкви, что Немюрлер должен сидеть до посинения. И тогда Немюрлера сразу схватили, и уже без всякого. Марионеточного судилища, просто без всякого суда и следствия, бросили его в концлагерь. В концлагерь. В отличие от предыдущих личностей, о которых мы говорили, Яна Гуса и Мигеля Сервета, Немюрлеру повезло, он не был казнен, но не по милости нацистов, а потому что буквально за 10 дней до конца войны его освободили. Вместо 7 месяцев он просидел в концлагере 7 лет. Опять-таки я говорю, что это, ну, произошло, мы понимаем, что ничто не случайно, все по воле Бога, но многие лидеры исповедующей церкви, вот этого оппозиционного движения в христианстве, оппозиционного против рейха, были казнены, например, вот другой лидер исповедующей церкви, Дитрих Банхофер, был повешен, тоже незадолго перед окончанием войны, 9 апреля 1945 года, его повесили в концлагере, и буквально накануне своей казни Банхофер заявил, это конец, но для меня это начало жизни. Опять вспоминаются слова Иисуса Христа, не бойтесь убивающих тела, потому что для нас конец физической жизни, это не конец, это начало. И вот после своего освобождения, когда уже война закончилась, через полгода после окончания войны, Мартин Нюмеллер посещает снова Дахау, концлагерь, где он сидел, и там, в концлагере Дахау, перед стечением людей, он произносит проповедь. И в этой проповеди он публично покаялся в своей ошибке, в том, что поначалу он поддержал Гитлера, поначалу он верил, что нацистская партия поможет восстановлению Германии. Вы знаете, важно уметь переосмысливать вещи и изменяться. Сильный человек – это не тот, кто не ошибается. Мы, живя на земле, не можем не ошибаться. Сильный человек – он ошибается, как все, но он признает свои ошибки. Если вы ищете какого-то лидера, христианского служителя, который бы не ошибался, вы такого не найдете. Но важно уметь переосмысливать. Я когда смотрю на путь, который мы прошли, я вижу, да, у нас и ошибки были. Я их признаю. Мне иногда даже говорят, Виктор, а может быть, признавая ошибки, ты признаешь слабость, и люди разочаруются. Нет, я верю, что настоящие христиане не разочаруются. Потому что все ошибаются, но не все могут переосмыслить свои ошибки. Не Мюллер смог. И он там, в Дахау, покаялся за свою ошибку, за свою слепоту. Хотя многие, поддержавшие Рейх, так и не переосмыслили. Например, знаменитый немецкий режиссер Ленни Рифеншталь, снявший знаменитые фильмы, так и никогда и не поняла свою ошибку в поддержке Гитлера. Мюллер понял и покаялся. И там, в Дахау, у него родилось стихотворение, которое потом стало знаменитым на весь мир. Стихотворение называется «Когда они пришли». «Когда они пришли за социалистами, я молчал, я не был социалистом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал, я не был членом профсоюза. Когда они пришли за евреями, я молчал, я не был евреем. Когда они пришли за мной, уже некому было заступиться за меня. Существуют разные варианты этого стихотворения, потому что мне Мюллер его не записал, а произносил в разных местах во время проповеди, поэтому есть некоторые расхождения. Но суть везде одна. Пришли за теми, кто не похож на меня, но я молчал, я же не такой. А потом, когда пришли за мной, уже некому было говорить. Ведь некому было заступиться. Неслучайно Писание нас призывает, спасая и взятых на смерть. Помогай, потому что этим ты проявляешь любовь Христа. В дальнейшем Немюллер стал и проповедником, и очень видным борцом за мир, человеком, который выступал не только в церквах, но и на многих собраниях, осуждая и показывая ядовитую сущность нацизма, фашизма, тоталитаризма. Много лет Немюллер возглавлял Всемирный совет церквей и умер уже глубоко пожилым человеком. Ему было 92 года. И давайте откроем в конце 5 главу Деяния апостолов и прочитаем с 26 стиха. «Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их, апостолов, без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. И, приведя же их, поставили в Синодрионе и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Я помню, как-то был в стране, где непростое положение у одной из наших церквей. И мне служители рассказали, что как-то представители государственной власти сказали им, чем церковь им не нравится. И они сказали буквально следующее, «Нам не нравится то, что для вас ваши законы Библии важнее, чем те законы, которые мы издаем в нашей стране». Мудрая власть всегда понимает, что настоящее христианство, то есть люди, живущие по законам Библии, они не разрушают страну, наоборот, являются укреплением и благословением для страны. Но глупая власть не понимает этого. Глупая власть пытается всегда атаковать христианство, пытаться подчинить верующих, если не удается их вообще искренить, законом небиблейским. И тогда наступает выбор, кем ты являешься – рабом Бога или рабом людей. Раб людей не может быть рабом Божьим. И когда апостолам сказали, «Мы же вам запретили проповедовать, мы же вам запретили учить, а имя несем», апостолы в ответ заявили, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». Если ты не осознаешь этого, ты не являешься вообще христианином. В какую бы церковь ты ни ходил, как бы она ни называлась, самая правильная, самая верная, самая истинная, переистинная, самая лучшая, чудесная, расчудесная, но настоящее христианство – это люди, для которых Слово Божье важнее любых иных слов, которые следуют за Христом, а не просто сидят под вывеской «Христианская церковь». Если мы не следуем за Христом, мы не являемся Его учениками. А если мы следуем за Христом, то для нас Его Слово и Его воля прежде и больше всего остального. Таким был не только пастор Немейлер, но многие, многие. Был Янгус, многие мученики, Богомилы, Альбегойцы, Вальденцы. Все они сталкивались со своими испытаниями и сложностями, сделали свой выбор. Точно так же мы делаем свой выбор. Они сдали свои экзамены, а мы сегодня сдаем свои. И слава Богу, что Бог не допускает испытаний сверх сил, но это не значит, что испытания легкие. И все доскажут Аминь. Давайте встанем. Халлелуя. Всемогущий Господь, сегодня мы разбирали, как слово Твое действовало в Твоем народе на протяжении церковной истории. Мы говорили, как Твои ученики проходили через различные испытания, где необходимо было сделать выбор. Воля Бога или воля людей. Слово Бога или Слово людей. И мы благодарим Тебя, Господь, за всех Твоих последователей, которые избрали Твою волю, избрали Твое Слово, несмотря на смертельную опасность и угрозы. И мы знаем, как и знали древние христиане, что кровь мучеников это семя церкви. Верные люди, которые шли до конца, не отрекались и не предавали, но уповали на Тебя в любой ситуации. Были несовершенны, но имели мужество признавать свои ошибки, переосмыслить и идти за Тобой дальше, Господь. Мы благодарим Тебя за Твой народ. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твоих учеников, за церковь, которая является не просто человеческой организацией, но телом Христа, наполнена Духом Христа, которая горит верой Христа и преисполнена любовью Христа, любовью к Богу и к ближним. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою церковь, частью которой мы являемся. И я молю, Бог, укрепи нас. Я молю, Боже, благослови нас, Господь. Исполнять Твою волю, Боже, любить Тебя больше всего. Благослови, Иисус, благослови, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok